Он согласен на медаль. Герой Советского Союза Владимир Чудайкин внимательно и с почтением рассматривает новый памятный знак. Он посвящен важнейшему событию для Самарской области и всей страны. 75 лет назад решением Верховного Совета СССР столица была перенесена в город Куйбышев. Никто не забыто, ничто не забыто. Поэтому я очень рад держать вот этот памятный знак и благодарен Самарскому правительству, которое будет ручаться всем ветеранам Великой Отечественной войны. Почти два года Куйбышев выполнял столичные функции. Здесь были расположены военно-промышленные предприятия, органы военного управления, в полной готовности был и бункер Сталина. Регион производил оружие и боеприпасы. Правительством Самарской области и губернатором Николаем Меркушкиным было принято решение создать символ этого непростого и славного времени – медаль. Над воплощением идеи трудилась большая группа разработчиков. На лицевой стороне медали узнаваемые для каждого самарца, куйбышица в прошлом, символы, которые абсолютно для него понятны. Это, безусловно, штурмовик Л-2. Это театр оперы и балета, где была исполнена первый раз знаменитая ленинградская седьмая симфония Шостаковича. Это шеренга солдат, который марширует в парадном строю на том историческом параде памяти. Патриотическую значимость тех лет, когда Куйбышев был запасной столицей, трудно переоценить. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Кто-то бился на поле боя, кто-то ковал победу в тылу. На медали отражены подвиги всех, кто боролся с фашистами. Цвет ленты практически повторяет цвет ленты медали за доблестный труд в годы войны. И в то же время полосы георгиевской ленты, оранжевые, которые говорят о доблестной службе наших военнослужащих. Сто тысяч памятных знаков уже изготовлено. Их получат ветераны, участники боевых действий, труженики тыла. Первые медали торжественно вручат 9 мая. Остальные награды найдут своих героев до 7 ноября. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.